Пожар несколько лет назад случился в филармонии, пожарные не успели, вот такой сильный был пожар, не успели спасти, нет худа без добра. Дали нам денег, такую реставрацию сделали чудесную, что превосходная акустика теперь в концертном зале, в филармонии нашей. С правой стороны уходит вниз Бабушкин взвоз, там на реконструкции театр Кукол Теремок, а вот мы подъезжаем с колоннами, украшенными колоннами здания, шахматный дворец, все основные шахматные соревнования, по шахматным соревнованиям все здесь проходят. Бывший дворец офицеров, бывшее коммерческое собрание с правой стороны от нас, театр Кукол Теремок пока что здесь свои концерты дает. Здесь очень много хороших кружков для развития дополнительного образования детей. Наверху с левой стороны, посмотрите, у четырехэтажки такие бутылки, вот кто сидит по левую сторону, наверху фасад, видите, донышками от бутылки украшен нот, такая фишка была в советское время. Выехали на улицу Некрасова, бывшая улица Гимназическая, тут раньше стояло здание гимназии, в которой преподавал Николай Гаврилович Чернышевский, и уже такую пропаганду, революционную деятельность среди молодежи вел. Поэтому у нас в России вообще и сдерживали развитие высшего образования среди масс, чтобы вот таких, как Чернышевский, не взрастить. С левой стороны чудеснейшее здание в стиле модерн, бывших мукомолов, баррель, ныне городской ЗАГС. У нас вообще в Саратове очень много сохранилось домов начала 20-го столетия в стиле модерн. Мало классики, классических зданий больше, чем в Саратове, в Вольске, в городе Саратовской области. Ну, у нас, конечно, еще и... И в завершение мне хотелось бы похвалиться. Мы сейчас еще подъедем к магазинчику сувениров. Нужен он вам? Да, ну, на 10 минут подъедем. Затем, значит, как я хочу похвалиться. У нас есть центральная, вернее, на телевидении на Саратовском идет передача «Крывеческого характера. Не за три девять земель» она называется. Выходит с 1960 года. Бессменный ведущий, 94-летний Дмитрий Сергеевич Худяков. Он и передачи занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь на мировом телевидении подобного примера нет. Нашим земляком является изобретатель первого в мире гусеничного трактора Федора Абрамовича Блинов. Крестьянин, самоучка в конце 19 века. Изобрел, запатентовал и во Франции на выставке свое уникальное изобретение представил. Ну, сейчас мы с вами едем по улице Октябрьской. И как раз в той, вот в этой части Саратова, где сейчас эта улица проходит, у нас шел земляной вал с западной части города. С правой стороны мы видим, как улица Волжская вниз спускается к Волге. Это продолжение пешеходной зоны. Когда у нас вниз по течению реки набережную продлят, до входа в городской парк таким образом замкнется, закольцуется самая длинная пешеходная зона России и Европы, более 8 километров. С правой стороны мы сейчас будем проезжать мимо католического собора святых апостолов Петра и Павла. Это строение 2000 года было возведено на средства Германии, когда работало у нас немецкое консульство. А с левой стороны на зеленой зоне, заметьте, хачкар, крест-камень из красного туфа. В том же 2000 году привезенного уже из Армении армянской диаспоры. Ведь мы едем по бывшей улице Армянской. Здесь в основном восточные купцы жили. С правой стороны небольшой квартал от нас и окончание с южной стороны, как раз конечная точка нашего города-крепости. С левой стороны каскад фонтанов современной. Вот мы сейчас с Геннадием Карловичем остановимся. Где? Здесь останавливаемся. Так, аккуратно переходите дорогу, кому нужен магазин, сувенир на Волге. Так что ли он называется? Да, Саратов на Волге. Его ценили музыканты и вот в честь него проводят конкурсы и фестивали баянистов России. Сейчас внимание обратите на право. Памятник нашему первооткрывателю космосу Юрию Алексеевичу Гагарину. Это работа московского скульптора Юрия Чернова 1995 года. Саратовцы в пух и прах ее раскритиковали. Но к Гагарину у нас особая любовь, поэтому памятник стоит. Не убрали его. И всегда 12 апреля здесь проходит торжественное мероприятие на День космонавтики. Нашим земляком является летчик-космонавт, уроженец города Энгельса Юрий Шаргин. Юрий Георгиевич, ему посвящен зал в Крывеческом музее города Энгельса. Нашими земляками являются исполнительницы русских народных песен Ольга Ковалева, Лидия Русланова. Нашими земляками являются ученые Николай Николаевич Семенов, лауреат Нобелевской премии, единственный лауреат Нобелевской премии по химии в Советском Союзе. Николай Иванович Цицын, биолог, селекционер, удостоен многих государственных наград. Известные артисты Борис Бабочкин, Борис Андреев, народным сразу стал перепрыгнуть в звание заслуженного. Сергей Филиппов, Евгений Лебедев, близкий родственник Василий Иванович Чапаеву, Олег Табаков, Владимир Конкин, будем считать Олега Янковского, Евгений Миронов из поселка Светлый городок закрытого типа, Игорь Савочкин, Юлия Зимина, Максим Матвеев, певцы это Полина Гагарина, Валерия, Денис Майданов, бывшая группа комбинация, знаменитая сейчас юная саксофонистка Софья Тюрина с Денисом Мацуевым выступает. Это и наши олимпийские чемпионы, и по прыжкам в воду Илья Захаров, и Юрий Сисикин по фехтованию, и Борис Андреев, помните знаменитая красная машина хоккей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok